Саммита это открытая квалификация, первый этап с приглашенными тремя командами и командой, которая выиграла открытую квалификацию И второй этап, где еще две команды, более высокого на взгляд организатора рейтинга, попали напрямую во вторую стадию Что-то отметить, что вчера Вичи Гейминг себе обеспечили место в этой второй стадии, обыграв E-Home и LGD Gaming в сухую 2-0 В свое время LGD Gaming как раз выбили VGJ Thunder, а Вичи с E-Home расправились как повар с картошкой И в общем-то E-Home пока особо не впечатляют, но я расскажу вам мое видение этой ситуации Почему так может происходить, почему пока E-Home не впечатляют Опять же этот матч для них сейчас важен как воздух, потому что коллектив, нужно понимать, отдавать себе отчет Не имеет права играть в внутреннюю лигу DBL, не имеет Есть проблема у организации, об этом всем известно Известно потому, что в общем-то история нашумевшая Знаете вы про Ace, знаете вы про то, что у этой организации есть претензии к E-Home За то, что они подобрали игроков, которые ранее выступали под эгидой Winx В общем-то Winx, вы сами прекрасно понимаете историю с разрывом контрактов С тем, что им реально запрещают играть в внутреннюю лигу Мы общались с Джеком Ченом, коллегой англоязычным моим Который очень много и в Китае, естественно Он родился в Китае, знает и местную кухню, местную историю Доты, безусловно, то, что нам самое важное И он как раз рассказывал, что сейчас, конечно, отношения не столь натянуты Но тем не менее, этой организации на DPL нет Теперь это очень важный внутренний чемпионат, который проходит регулярно Команды тренируются друг с другом И, безусловно, такое пропускать не хотелось бы Но благодаря как раз турнирам от Valve Огромному их количеству Они могут участвовать везде, где только можно Но не на внутренних турнирах Под эгидой Ace Так вот и Хоум Ни одну квалификацию не прошли В которой участвовали Более того, стоит отметить, что у них есть небольшой зуб На команду VGJ Thunder Именно им они проиграли квалификации на Perfect World Masters В свою очередь VGJ Thunder тоже особо похвастаться не могут классными результатами Но, тем не менее, они уже сыграли на первом своем лане в сезоне На PGL Open Бухарест заняли 5-6 место Проиграв команде Evil Geniuses Согласитесь, не слабый результат Ну и, в общем-то, VGJ Thunder смотрится на старте сезона Чуточку, на мой взгляд, поинтересней, нежели E-Home Но, еще раз повторюсь, E-Home должны быть сверхмотивированы Для них это так же, как и для VGJ Thunder Новый патч, интересный патч, много неизведанного Но персонажи, которые в нынешнем патче популярны Были и так популярны в Китае до этого Так что, я думаю, будет достаточно интересно понаблюдать, что к чему Нас ждет, безусловно, крутейшая драка Ну, стоит понимать также, что в Dota TV Звука русскоязычных и англоязычных комментаторов у вас не будет Остаются у нас определенные трудности с работой на Perfect World Северах Нас они просто не пускают, если мы работаем из лобби Соответственно, мы работаем из Dota TV Как и... В общем-то, может любой из вас сделать Давайте к драфтам У нас много чего уже интересного и произошло VGJ Thunder Клоквер КЦМку Бэйна В первой фазе и Орак Лапутрайдера во второй убирают И Хоум уже в первой фазе прошлись в основном по оффлейну Это Брюмастер Найт Сталкер Пак Найт Сталкер у нас и четвертой позиции, гость частый И во второй фазе это Разор и Воид, соответственно Интересный выбор в ответ на Air Spirit Это сразу Bounty Hunter, сразу Death Profit Это чисто тоже китайская тема с Death Profit Они не стесняются брать ее на первый пик Ну а Паришин, безусловно, против Death Profit Выглядит обычно весьма неплохо Ну и Свен вдобавочку для VGJ Thunder в ответ на Джакира Неплохой пуш-потенциал уже и Хоум демонстрирует С Джакира с Death Profit Плюс достаточно сильный мидгейм А в игре с Bounty Hunter это крайне важный аспект Заработок Как раз в мидгейме может зайти команде под треками Хороший Ну и Бестмастер на четвертый пик заходит для команды Хоум И стоит понимать, что не зря этого героя считают одним из сильнейших в нынешнем патче В 7.07b апдейте над ним немножечко вновь поработали Все-таки немаловажная штука, что таланты оказались, не таланты, пардон даже, а топоры оказались достаточно сильными Возможно ожидали, что если у тебя монокост там 60-65-70-75 на первых уровнях, ну на всех уровнях, скажем так, да, с первого по четвертый То это может работать нормально, но нет Посчитали, что это достаточно все-таки дешево за эту способность Подняли до 80 монокост на любом из уровней На топорах И урон кабана уменьшили, что немаловажно На талант на 20-м уровне минус 20 урона у топоров, как раз это, по-моему, незначительное изменение А вот урон кабана и его уменьшение на каждом уровне, это, пожалуй, достаточно неприятный твик Поэтому бестмастер чуть-чуть ослабел, но тем не менее, так же остается, я думаю, актуален и приятен в игре Тем более против Свена это хороший контракт, зачастую бывает все-таки контроль и сквозь БКБ немаловажен против Свена Тоже герой, который хорошие три пуши Плюс ко всему дает дополнительную видимость Тут уже у тебя и Баунти Хантер, и Хоук И, соответственно, у врага и близко таких способностей к обозрению, карты нет Банят Легион Командер и Хоук Ну и последний бан для ВГДжей Тандер, остается Кэрри персонаж и Хоук Я, пожалуй, позабыл одну вещь сделать, очень важную Чтобы всякие товарищи мои и друзья не мешали вам Лишний раз появляюсь в правом верхнем углу Ну, ждем Ждем Много дополнительно времени используют на последний бан, убирают тролля Герой очень хорош против Свена Герой под комбинацию и Хоук вписывается красиво Достаточно темповый персонаж Не сильно уступает Свену по фарму, откровенно говоря Но вот единственное преимущество, конечно, Свена, это быстрый фарм стаков, которые для него делаются Осталось тысяч секунд? Ну тут важная поправка, если они делаются А иначе тролльфармят не слабее Свена Ну и ВГДжей Тандер, последний герой для них, остался оффлейн, судя по всему Ну, герой с адспамом не помешал бы здесь, откровенно говоря Но и инициатора хотелось бы иметь второго дополнительного Помимо Эр Спирита Эр Спирит не самый надежный герой в этом плане Так что нужно баланс выбрать Это Тайтхантер Герой, который может быть неплох в отпуше, благодаря все-таки Энкор Смэшу Но это контактный отпуш, поэтому немного не та история Но герой, безусловно, инициатор, герой, безусловно, боевой Хорош в контратаке И это неплохое решение, на мой скромный взгляд Для ВГДжей Тандер Все-таки давить Ехоум будут С другой стороны, что кулдаун все-таки реведжа Вещь абсолютно неудобная для постоянных драк Но вот как раз под моменты захода в Ехоум, под экзорцизм Очень важно держать эту способность Держать главную способность для драки в ВГДжей Тандер Ну и Шторм Спиритом закрывает свой пик Ехоум Решение очень даже интересное Со Штормом здесь справляться особо нечем Контроля какого-то явного по Шторму нет, помимо Эр Спирита А по летающему Шторму Эр Спирит, увы, попадает не очень хорошо Ну или, увы, конечно, для Эр Спирита Тут и Хоум хорошо закрылись И мне кажется, достаточно неожиданно для ВГДжей Тандер это произошло Ну что ж, перемещаемся мы уже непосредственно в игру Фактически разбирают персонажи, игроки Ну и действительно редко мы видим Редко-редко мы видим в исполнении Олд Чикина Шторма Такое реально бывает редко Уберемся сейчас Что придумали парни, как это будет работать у них Ну очевидно, что стоит более чем комфортно А, Сетивай даже прыгнул на Шторма То есть у нас Олд Чикин сыграет на ДП, а Сетивай на Шторме Вот так Посмотрим, как в итоге по линиям у нас будет Очень важно, конечно, Баунти Хантеру здесь себя проявить на старте игры Как и, впрочем, Эр Спириту Мы продолжаем говорить постоянно о четверках Величать эту позицию Потому что одни из основных вещей на старте игры Особенно все-таки выполняют четверки Как ни крути, особо и в нынешней мете Пока эта ситуация не меняется Идут в верхнюю часть карты Ребята из ВГДжей Тандер И же оппонент Отправляется в нижнюю часть И здесь подверуны заберут Без драк у нас все обойдется Плавает Янг, отдыхает 30 секунд до начала сражения Знаете, ознакомился я пока вот такую небольшую паузу взял Это не просто так С винрейтом Сетевая на шторме Он довольно впечатляющий Довольно впечатляющий Мы наблюдали, безусловно, этого исполнителя На шторме и не раз Но в последнее время все-таки герой был не самый популярный Я думаю, что в нынешнем патче Благодаря и Кае в том числе Может популярная шторма и повысится Герой ситуативный, безусловно Если не так много контроля у оппонента Можно смело брать его И он внесет свою лепту Этого стоит ожидать Кама, он же Фриз Возможно, именно по этому никнейму будет известен Он этот исполнитель Вчера себя проявлял весьма неплохо Линию стоял обычно достаточно комфортно Играл он против Мэйби В своем первом матче Квалификации на Дота Саммит Но в целом, как команда, конечно ЛЖД смотрелось Получше Интересно Решили Апаришину и Свена Поставить сложную линию Ребят из ВГДжей Тандер С ними стоит Бестмастер и Джакира Ну а внизу Рубится Тайт Хантер против Шторма Шторм, безусловно, будет Пытаться и добивать крипов Ремнант Параллельно подхорашивать Тайт Хантера То же самое будет делать Тайт Со своим анкор смешем Поэтому важно под Это использование Отходить Шторму Чтобы лишнего урона не получать Самому где-то Не проседать Вроде так происходит Вверху у нас драка завязалась В итоге перетяжка Аутер Спирита Фейт Бьен в таверне И также погибает Курьер Сил Света Это постарался Хайм Который зашел Подрезал Курьера Отмечали многие По изменению патча Что Курьера будет убить Не так просто Ныне Но еще раз Драка вверху На этот раз Атака пришлась На Джакира Джакира в таверне Что же утром Друзья Пропускать фраги Это прям Святое похоже В Дота 2 Никто этого права Нас лишить не может Будем повнимательней Надо просыпаться вместе Просыпаться и Не отставать от того Что делают команды Что у нас здесь Эр Спирит В итоге забирает Одну лишь баунти рума Вторую Забрал баунти хантер В верхней части карты Ну так агрессивно Действует и бестмастер Кабанчик Которого подрезанный урон Немного подбил башню Ну и Сайлар 5 крипов пока добил На линии Фармит у нас в центре Квин оф Пейн Лучше всех пока на карте Опережая Дес Профит На старте Саппорт Один из саппортов ВГДжей Тандр Это Апаришин Отошел на базу Восстановить ресурсы Эр Спирит Похоже Держится около Центральной линии Возможно под стакой Как раз древних сейчас Да Но нужна эта работа Для Свена Важно Как раз Опережать врага По фарму По темпу Свен один из героев Который благодаря древним Это делает очень эффективно Вверху ждем Вновь какой-то драки Сайлар потерял немало здоровья Салвы нет Нужно медленно восстанавливать Здоровье Танго Ну здесь Ну здесь уровнем Бестмастер Джекир становится Более неприятными Персонажами Харас Лай будет Постоянный Фитбиен Его топоры Тоже напрягают 24 урона Уже кабана Второй уровень Способности Для Бестмастера Ну внизу Видим что За баунти руной Отходит Шторм Спирит Тайхантер С линии особо Не смещается Вновь у нас Сверху драка Завязалась Забирают В итоге Джекира Но фитбиен Разменю Его в Сайлар Размен безусловно В пользу Ихум Ну и тут Подрезает Хайм Все-таки На подходе Ая Телепортируется Наверх Обратно Сайлар Возвращается Также Аббаришн Возможно Драка Это продолжится Ману Бестмастера Особо Немного Уже осталось Джекира Конечно Восполнить Может Попытаться Ждем мы Атаки По челингтаче Она будет Скорее всего 10 секунд Достается Тем временем Маунти Хантер Ближе к центральной Линии Сместился И Готов он Встретить Курьера Здесь Судя по всему Есть у него Джинада Но Курьер Отправляется В сторону Нижней линии Тем временем Вверху Как раз По челингтаче Драка И завязалась И погибает Фейт Бьен На этот раз Ну и битва Около фонтана Могла бы нас ожидать Но Чуть больше здоровья Верспирита Оказалось Чем может нанести урона Баунти Хантер В итоге Два саппорта Восполняют себе ресурсы На святыне Ну и Баунти Хантер Просто понаблюдал За этим Ждем вновь Драку На верхней линии 15 секунд До челингтача Вновь От него будем Отталкиваться Судя по всему Внизу Тем временем Шторм Упережает По фарму Тайд Хантера Неплохо так Перефармливает Своего оппонента Шторм Спирит И атака На Дескрофит Вот клинок Винов Пейн Выпрыгивает А распеет С троллинг Балдера Есть глушение Лучикин в таверне Тем временем Джекира Сразу активизировался Прогоняет Свена С линии Чтобы тот тут На шару не стоял Бояться Это особо нечего Знаю Что саппорты В центре Варда На легкой линии Ихом Не достает Конечно же Ну и перемещение Похоже От Тур Спирита Ожидается В сторону Нижней части Карты Здесь шторм Может оказаться Под ударом Если попадет И оглушением И с Айленсом То здоровья у шторма Не так много Правда здоровье Себе шторм восполнит На святыне Но тем временем Апаришин получил Немного опыта В центральной линии Хотя отверху Убить Сайлора Это очевидно Здесь И баунт хантер Ошивается Около этой линии И бестмастер К шестому Близится понемногу Шестой будет попроще Безусловно Ну вот До шестого еще Опыта нужно Со следующей пачки Крипов Тем временем Апаришин и Эрспирит Уже ближе к верхней линии Смещаются Перемещение Также от Деспрофит Вниз Тайд хантер Уже здесь Есть Рэвэйдж Отходит Свен Вот Тайд хантер Пошел гонять Джакира Слегка подбив его Отправляется Обратно под башню Добить катапульт Ну и на линию Вернется сейчас Деспрофит Оставаться вверху Больше нет смысла Сразу встречает С почестями Квин оф Пейн В центре Хайм Вновь убивает курьера Второй курьер Для баунти хантера А в центре Квин оф Пейн Добивает Деспрофит Просто отлично В ответ на этого Курьера забранного Второй курьер Уже вы знаете Не очень хорошо это Центральную башню Сил тьмы Атакуют Если предыдущий Защиту не имел То С этим конечно Можно было Как-то поуправляться Сейчас Есть способность У курьера Неуязвимости У меня золото перемещение От баунти хантера Оказалось эффективным Шторм здесь Забирает Сайлар Который решил Пофармить на нижней линии Решил что здесь будет проще Но Ничуть не так И здесь его Нашли Обезвредили Клопа на базе Подригенилась И возвращается уже На верхнюю линию Молчикина есть Экзорцизм Можно попытаться Пока там вверху Активизировались Немножечко ВГД Тандер В центре возможно Поддавить линию Здесь в центре Как раз дают Опыта Париж Ребята из ВГД Тандер Янг Пытается уйти Видишь что Сюда немало героев Сместилось Телепорт Но этот телепорт Был сбит Бестмастером Очень просто Справились с Янгом Но потрачен Экзорцизм Не так важно Что потрачен Ультимейт Бестмастер Все таки Праймаллор 80 секунд Восстановления Не критично А вот экзорцизм 145 Между прочим Это потеря Куда весомей будет Немного побил башню С этим ультимейтом Молчикин Кстати даже заберут Поэтому пожалуй Ультимейт Можно назвать Смело удачным Попытка была Диная Квенов Пейн Но немножечко Не хватило Давай полетел Защищать нижнюю линию Пока без айспеса Играет Джакира Может быть на пятом Как раз мы увидим Эту способность Как дела обстоят С фармом Тайтхантера Ну мы видим Что по общей ценности Он Уступил конечно Своему оппоненту На линии Шторму Шторм Сумасшедший Пока старт имеет Герой предрасположен К фарму Безусловно Плюс играет Без вортекса 4-0-4 Раскачка Плюс ультимейт Безусловно Лучше Билда для фарма Не придумать Скилл билда Конечно Выход на шторма Есть четкое оглушение После Савинса Есть оглушение Продолжение от Свена Но успевает Шторм прожать Свою ультимативную И на боллайтинге Улетает От этого оглушения Свена Немножечко Не успел Свен Самую малость А урона Под Сайленс И оглушения Распилита Не хватило Видим что По вардингу Классная работа Утехом проводится В центре Такой вард стоит Перемещение Центр И верх Видны В центре Вейн Продолжает Фармить Свен Делится опытом С Баунти Хантером Вот интересно В такие моменты Фокус игроков На том Сколько опыта Они получают Есть ли Мне кажется Это более важно На ранних уровнях Там возможно Наблюдает Против Баунти Хантера Позже в игре Уже наверное Такого фокуса нет Джакира Подловили Здесь оказался Один Прогуливался По вражескому лесу Ну и это Заметишь Хороший вард Стоит и у ВГДжей Тандер Теперь На подходе В свой лес Основной Ну и Кая Первым артефактом Для Шторма Многие об этом говорили Что не на многих Персонажах Кая смотрится идеально Для первого артефакта Но для Шторма Нельзя лучше Правда Шторм сейчас Немножечко ошибается Размен не особо В его пользу Он забирает Саппорта При этом сам погибает Дает золото врагу Выход на Тайт Хантера Потрачен Нови Экзорцизм Ультимейт Бестмастера Приходит Квин оф Пейн Эр Спирит Этого недостаточно Чтобы спасти Тайт Хантера Но вот Убитил Чикена Возможно получится Не удается Это сделать Потс перед Сайфоном Ол Чикен Свирепствует Даблкил для него Правда Немного не справились С пилотированием Около башни И в итоге От урона башни Дес Профита погибает Бестмастера тоже Должны забирать Под ультимейтом Свен Чилинг тач Набросил Также Айо И точный ультимейт В исполнении Апаришна В итоге Все-таки справились Фигаджей Тандер Забирают Двух вражеских коров Но при этом Теряют Двух своих саппорт Сайлоро Убьет Шторм Уже отлично работает С Тиуай И Апаришн По трекам убийства Баунти Хантер Стянулся Джакиры стянулся Куда спел Ответочка на ответочку Тиху Можно так это называть В итоге Четырех героев Теряет Тайд Хантер И компания В ГД Тандер Проигрывает Драку Безусловно Немало золота Они дают Ну и вот После первых Некрачей И Хэддраски Все-таки решил Некрачей покупать дальше Мы нередко видели Как например Бестмастер Может взять первые Некрачи Потом купить Сверлинг Даггер Для пущей мобильности Но Не про эту игру Будет сразу Поднимать Экрономикон Залетает Дебаф Ультимейта Апаришина По Джакира Глушение Утер Спирита Попадает Лишь Под Дес Профит Дес Профит Присосалась Тед Хантеру Спирит Сайфон Бестмастер С ультимейтом Вновь Подоспел Четко Тед Хантеру Несладко Против этих персонажей И добивает Его Шторм Спирит Который Прикатился Помочь команде Там параллельно Подловил Своего оппонента Свен Это оказался Баунти Хантер Попал под горячую руку Мужчины С огромным мечом И отправился Отдыхать Таверну 11.10 Тед Хантера Кое-как удалось Разменять В центре Но Не скажу Что это приятные новости Для ВГДжей Тандер Ну приятно То что наверное Свен По фарму Начинает немного Подниматься Но это не тот фарм На который рассчитывала Команда ВГДжей Тандер На Свене Хотелось бы иметь Поболее Учитывая Как вырвался Шторм Учитывая Какой драфт ВГДжей Тандер Встает делать Промнежуточные выводы Что Ихом Сейчас Очевидно Впереди И впереди Они Пока что Хоть и на 1000 Золото Ориентировочно Но Но в игровом плане И по перспективам У них дела обстоят Получше Сейчас Явно получше Все таки С таким штормом Можно работать А Свен Фарми Потерял Он конечно Наверстает Очень быстро То что он Упустил Он конечно Разгонится Но Здесь есть С чем с ним Справляться Вот в чем дело Ультимейт Бестмастер Уже не раз Мы В этой игре Поднимали этот вопрос Может на какое-то время Закон Трит Свена ДП Довольно солидный Фарм Тоже имеет Но не стоит забывать Про Квиннов Пейн Она тоже держится Хорошо И уверенно 6500 У Камма Размен башнями Происходит Внизу Забирается Ихоум Строение Вверху Забирает В центре В таком случае Я не выйду Победителями В этих разменах Пейт Выбежался И поставил Вот такой Обсвар Только что Центральную башню Сил света Атакуют Шторм Тем временем Нижней линии Еще дальше Подлокнут Вот Т2 Ну и будет Приобретать Бладстоун Шторм сперед Ныне у нас Именно так Бладстоун Собирается Форсарваранс Плюс Солбустер Если ранее Мы могли видеть Солринг То В этом патче Уменялась История с Бладстоуном Более того Бладстоун теперь Не лечит Команду При смерти Его носителя Но зато Имеет больше Зарядов Аж на 2 14 теперь Зарядов Со старта У Бладстоуна Олд Чикен Нацелен на Приобретение Худа Судя по всему И после него Диско Внизу Шторм Прыгнул на Тайдхантера Но прыгал он Сразу использовав Телепорт При этом Прилетел на свою Святыню В одно лицо Нажимает Командовая Жакира Тайдхантера Драка Драка получилась Но 4 Но 4 смерти Уехом Поэтому Наверное Стоит отдать Должное Распириту В этой драке Он здорово Помог Третий Курьер В этой игре Для Баунтихантера Ну и ждем Ультимейт Стоит от нейтральных Кстати Бист При этом Забирающий с собой В таверну Эрспирита Пока победитель Ехоум Попа пыталась Добить Джакира Но урона Недостаточно Отстреливается Ехоум На отходе Постоянно Ставит Свои Электрик Точнее Ставит Кремлант Естественно Шторм Спирит Сам Получал Немало Урона Денается Не отдать Лишнее Золото Убийство Врагу Как раз Возможно Электрик Вортекса Которым Я говорил И не хватило Шторму В этой ситуации Джакира На него Атака Его тоже Подловили Ну кое-как Вышли из положения После этой атаки Дэджей Тандер Если бы Не этот Денай Бестмастера От древних Совершенно Случайно В этом эпизоде Немного Неудачно Вносили урон Под конец В Гаджей Тандер Удалось Задинается То наверное Они вышли Победителями Хоть и потеряв Свена При этом Но так Все равно Для Ихоум Неплохо Все сложилось Очевидно Неплохо Возможно Потеря Штормом Еще нескольких Зарядов Бласттоуна Это не такая Приятная новость Но Свена Все-таки Убивают Продолжают Напрягать Сайлора Атака На Баунтихамтера Но он В порядке Не сумел Подловить Его Распилищ Я пытался Но знаете Небольшое Доминирование Со стороны Ихоум Все-таки Присутствует Не то чтобы ВГДжей Тандер Не могли Вернуться В эту игру Но Очевидно Сейчас Что Свена Немного Не хватает Команде ВГДжей Тандер Чуть больше Больше бы Здесь по фарму Свен имел Намного Больше бы Варианта У них было Для драки Пытается Убить БХ Неплохо Кстати От ультимейта Увернулся Хайм От ультимейта Естественно Апаришина Он летел Четко По центральной Линии Хайм Сделал Мув В левую Сторон И в итоге Ни урон Ни дебаф Не прошел По нему Шторм Близок Приобретению Линкенсферы Чуть меньше 2000 Остается Ему С фармом Шторма Это действительно Близко Баунти Все что нужно Сейчас ВГД Тандер Пожалуй Сильный Свен Которому Не достает Блэкинг Бара Блэкинг Бар С минуты на минуту Должен появиться У Сайлора По крайней мере Вся силой Это должен бросить Кэрри Грок Команды ВГД Тандер Фейдбиен Нацелен на даггер И этот даггер Он Получит Прямо сейчас Джакиро Пытается Снинать башню В центре Тут ему особо Никто не мешает И эту башню Не отдадут Врагу Не холст Вот он Даггер На бестмастере Переинициировать Станет проще Нужные цели Подлавливать В том числе Но тут Все более Неприятное Сноса Сайдхантер Снинать башню Снинать башню Снинать башню Снинать башню Снинать башню Исходящий урон От вас Когда вы Находитесь На показателе здоровья Ниже 80% Вот сейчас Вы увидите В действии Этот артефакт Как только Здоровье пробивают До 80% И ниже Айон диск Срабатывает Но правда Сейчас этот Айон диск Никак не спасает Диспрофит Нет какого-то Артефакта На мобильность У нее И этот диск Возможно Не столь эффективно Смотрится Ребята Из ВГДжей Тандер Просто переждали Эти 2,5 секунды Продолжая Преследовать Диспрофит И уничтожили ее Но где-то В массовой драке С Юлом Можно будет попытаться Как-то этот момент Обыграть Тебя моментально Убить не могут Можно уйти в Ю Можно дать время Команде Вот Свена Подловили в ответ Внизу И тоже забирают Его Тяжеловато ВГДжей Тандер Тяжеловато Без этого Свена Сейчас Посмотрите Два раза Его убили Казалось Что Блокингбар Уже близко Но увы После двух смертей Тут Блокингбара Еще немало Золота Нужно пофармить Потерял За последние Две смерти Свена Немало И бист Нацелен на Бутсов Тревел Что он пока Блокингбар Не собирается Покупать Больше рассчитывает На мобильность Взялся Блинку Чтобы Всякие Квинов Пойм Назой Леви Не мешались Своими Сайленсами Очень быстро Фармит Бист Тоже стоит Отметить Вообще Три героя Основных И хоум По фарму Большие молодцы Баунтихантер Пошел за Курьером Но на этот раз Немного не успевает Хайм Хватит уже Убивать курьеров Команды ВГД И Тандер Вот эта способность Она же называется Шилд Кулдаун 200 секунд В таких моментах Должен быть Герой Который Миллониеносно Среагирует После первого удара Баунтихантера И нажмет Этот шилд Но уже два раза Такого человека Не оказалось Во-первых Мы не говорим Когда курьер Бегает Такой способности У него нет Только после Апгрейда На третьей минуте Тайдхантер Приобрел себе Гардиан Грифс Именно это он Предпочел Анипайп Изначально Я его прекрасно Понимаю Тут все-таки Сайленса стоит Опасаться Об доспрофит Конечно Вы скажете Что можно Сбросить его Получив Рон Но Если тебя Не будут Особо бить То может Ты не сбросишь Поэтому Грифзы Здесь И важно Сразу Среагировать Нажать И дать Ультимейт Если на тебя Вдруг Сайленс Клад Смок От и хоум Три персонажа Тут у вражеский лес Здесь стоит Прекрасный Обсервер вард Классная работа По вардингу От и хоум Хорошая реакция От Свена Тайдхантер сыграл На контратаке Двух подцепил Ультимейт Но здесь Чикен заходит Не самый точный СП с Джакира Погоня за баунтихантером Продолжается Он погибнет От урона С ультимейта И Заберут также Сайлора В ответ Фаиду подцепили Он пытается укатиться Это ему удается Но неподалеку Уже Сити Вай На плечах повис Тайдхантера Контролирует Айспэсом Ненадолго Сити Вай Разминает Янг Помогает также Дэзпрофит Янг Живет Ответное оглушение От Распирит Он сам будет Рваться в драку Но поддержки нет Потому что Айспэсом Отрезает союзников Джакира Просто погибает В этой передряге Распирит Хоум Наносит удар Наносит его Крайне эффектно И эффективно Янг Ворвался Попугал оппонента Но не более того И Хоум Разошлись Очередная Выигранная драка Учитывая что Вновь Бонусное золото С треков То и Хоум Конечно По экономике Здесь вырывается Вперед основательно Хотя конкретно В этой драке Стоит отметить Что Не погибали Да Особо ключевые герои С треком Потому что Баунти Хантера Довольно Быстро удалось Выключить тоже Поэтому тут Больше просто Что Сайлора убили И мало золота Принесло Нижняя башня Сил света До сих пор Нет Блэкменбара 2-8 счет И 5 ассистов Для Свена Шторм Тем временем Потолкнул Нижнюю линию Но сколько Мы уже говорим О этом Блэкменбаре Я минут Еще наверное 4 назад Говорил Что уже Довольно близок Свен Но 3 смерти После этого Произошли Для Сайлора А дальше Будет собирать Шиву себе Шторм Спирит Очередная атака От Ихоум Планируется Видят Тайдхантер Поднимает Рувью Майс-пайс Пладет Джакиром Акропирует Удаж Испрофит Прожимает Спирит Сайфон Ну Янг Не стесняется Абсолютно Он идет дальше Не боится Ничего особо Бестмастер Прогнул на Респирита Сразу продолжает Шторм Респирита Заберут Без вариантов Для него Пытается сделать Телепорт Бестмастер Не успевает Урон хороший У Сайлора У Квин У Квин У Квин Янг Обьют Янг Оказался Немного Отрезан От команды Поддерживает У Квин У Квин Но этого Недостаточно И Янг Угибает Свен Неплохо Блинкуется Дает оглушение Под Уз профит И задевает Также Джакира Но пока Отдыхает Юли Пытается Кайтить Свена БКБ Прожимает Силар Крова Только-только Приобрел И тут Уже Силара Не остановить Похоже Хотя Сейчас Руки Неплохо Шторм Подбивает Его И вы знаете Под ультимейтом Без профит Под ударами Шторма Все-таки Силар Рассыпался Даже Не взирая На то Чтобы КБ Приобрел Вот-вот Еще Шторма Подловить Но Шторма Пока Есть Манаква Попрыгает За ним Не спинку Сбить И убить Своего Оппонента Кама Справляется Очень Хорошая Драка Удалась В ГДжей Тандр И вспоминая Драку Которая Была Еще Минуте Наверное На 12 Когда Шторм Делал Байбэк Пардон Не Шторм А Эрспирит Вот эта драка Чем-то Напомнила Мне Ту драку Тут тоже Эрспириту Пришлось Сделать Байбэк Но это Помогло Команде Здорово Не упили Баунти Хантера В этой передряге И Баунти Хантер Убил Курьера Уже Четвертого В этой игре Обалдеть Но знаем Мы одного Греческого Снайпера Курьера На Баунти Хантере Здесь вообще Не уступает Хайм Европейскому Снайперу Побили Рошана И передумали Поняли Что не успевают Своевременно Его забрать В ГДжей Тандр Но Немножечко Не сократили Отставание То чтобы Это было Как-то Сверхсущественно Но Это хотя бы Какой-то плюс За последние минуты Обнаружили Баунти Хантера Просветка От Янга Баунти Хантер Уходит На форстафе Ну что ж Будут Рошана Добивать Под ультимейт Све На сутерсе Ну да Прожимает Ультимейт Сайлар Ждем мы Атаки Со стороны Ихоум Если Ребята Успеют Но Они вроде Близко Аспс Кладет Джекира Очень Хороший Ультимейт Без мастера Босс Вену Прыгает Камма И Аегис Забирает Шторм Камма То конечно Рядышком Был Камма Пытался Забрать Аегис Но Шторм Оказался Немного Ловчей В итоге Шторм Появляется После Аеги Аспс Хороший Но не Успевает Шторм Уйти Из-за Трех Персонажей Противника Камма Нью Внимает Джекира Себя Живет Камень Прокатывается Немного Не точно Но Джекира В итоге Все равно Забирает Дестмастер И Дестпрофит Пытается Убить Квин оф Пейн После Длинка Под Сайленсом Квин оф Пейн Таверне Телепорта Топоришина Не успевает Улететь Урона Слишком Ну и в итоге Это воровство Егиса Сыграло Немаловажную роль Пока убивали Шторма Пока стояли В этом Рушпите Ребята Из ВГД Тандер Спокойно Разгуливали Ихоум По драке Наносили Свой урон Бестмастер Конечно Очень серьезно Выглядит По таким дракам 400 У него По урону Джакир Нанес 2500 Саппорт Команды Ихоум Между прочим Пятая позиция Настолько Затяжная Настолько Неприятная Драка была Для ВГД И Тандер Кама Немного Не успел К этому Аегису Он стоял Неподалеку Он был Рядышком Шторм Реально Ворвался Очень удачно И Вортекс Сработал И все Сработало Кама Фактически Впритык Находился Каеге Но Не удалось Стоит отметить Прекрасную Игру Ситиуай Играл Рискованно Но риск Оказался Оправдан Ну вы знаете Этим действием Тем более Сейчас Один лишь Курьер Доступен То есть Ты нового Не приобретешь Ничего с этим Не поделать Курьер потерял И Сиди Нового Сиди Жди Его Появление Четыре Раза Существенное Время Для ВГД Ну и Золото Конечно Помимо того Что он Страйков Приносит Команде Еще и Убийство Курьеров Ну и Спирит Весла Проапгрейдит Сейчас Урму Свою Баунти Хантер Квин Оф Пейн Выглядит Конечно Куда Лучше Свена Сейчас Как это Не странно Нас Вен Просел Не знаю Можно было ли Этого Ждать После Неплохого Откровенно Старта Для Сайлора Все-таки Драки Удачно Они Вверху Проводили Стакать Вроде Успевала Паришин Но Где-то При переходе В мингейм Благодаря Шторму И Классным Перемещением Бестмастера Все это Удалось Переломить Внизу Атака на Queen of Pain Спевает Линкин Сферу Баунти Хантер Камма Спевает Сделать Блинк Но Шторм Прыгает За ним И Никакой Блэкин Бар Тебя Не спасет В этом Моменте Камма Тавер Шторма Правда В ответ Подловили Шторм 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 Замешка Пытаясь Помочь Шторм И его Забирают Тем временем Вот Действие Шторм Стронг диспл, да? Сейон диска. То есть не только вы получаете эту защиту на 2,5 секунды, при этом не наносите свой урон, но вы получаете стронг диспл. То есть, если у вас пробивают сейон диском под какое-то оглушение, ниже 80% здоровья, оглушение длительное, это оглушение моментально спадет с вас под этим стронг дисплом. И вы можете нажать, например, Black King Bar, например, Юл, например, Худ, да что угодно. Любой артефакт нажать вы сможете. Сразу же после этого. Так что, неплохое решение. У вас профит и видно, что этот артефакт понял и освоил Old Chicken. Блокинг Блокинг Шрайб уничтожил. Готово! Такой контроль на все 100%. На 3,5 секунды. Маунтихантер видит Сайлора. Рядом Фейт Биен, даггер заряжен. Сбивает линку. Бестмастер может прыгнуть и дать ультимативную. Тейт Хантер в поддержке. Шторм прожимает. Свой ультимейт не попадает под действие ультимейта Тейт Хантера. Соответственно, Айо погибнет. Успевает отбросить ультимейт по Фейт Биену. Задевает также дебафом Шторма. Но урона тут, конечно, наносить некому пока что. Прогнали и Свена куда подальше. Без ультимейта Паришина не так приятно будет драться. Возможно, придется отдать как минимум центральную линию. Подловили Эр Спирита. Есть и Хекс. Есть и Айс Пэс в продолжении. И Фейт в таверне. Есть байбэк, правда, у Эр Спирита. И на этот раз. Заходят на нижнюю линию Яхоу. Тут же пытаться драться, похоже, стоит. Ян прывается первый. Неселара прыгает. Тем временем Шторм. КБ вынуждает поражать Свена. Свена. Глушение в ответ. Не самое точное получилось. Блокинг Барк. И бить Бестмастера. Урона не хватило. Приключается Тол Чикина. А здесь Юл. А БКБ уже нет. И туда же Эспэс. Раскайтили Селара. Отошли Ехоу. Можно, на самом деле, даже на развороте подраться при желании. Так, как раз сейчас гонится в ГДжей Тандр. Еще один Эспэс кладет Джакира. Под треком. И бежать. И бежать. Но Шторм на развороте. Врывается. Пытается бить Тайт Хантера. Также параллельно дает Хекс по Свену. Подцепил Распирита. Это смерть после байбэка. Еще один великолепный Эспэс от Джакира. Янга избивает. Крипс Ворм от Деспрофит. Сайлэнс туда же. Сайлэра добивает в итоге. Уай и Янг на пару с Квин оф Пейн. Дерется. Еще один прекрасный Эспэс от Джакира. Янга нужно добивать. Квин оф Пейн пока летает в Яуле. И ей моментально кладет Сайлэнс. Деспрофит на голову. По приземлению. Это гуд гейм. Просто великолепный Эхоум. Этот чейст. Просто погоня от Тандер. Была лишней. Под конец этой игры. А с другой стороны. Если они сейчас не догоняют и не убивают Эхоум. То что им дальше делать? Эхоум просто отойдут. Восстановят здоровье. Восстановят ману. Задут еще раз тиммейтам Деспрофит. Ну и пиши пропал. В итоге попытались. Рискнули Тандер под занавес этой игры. Но преимущество было настолько велико. Что вариантов уже никаких не оставалось. Просто развернулись Эхоум и наваляли в ответ. На этом все. Дорогие друзья. На первой карте. Ну это Best of 3 серия. Не забывайте. Посему ВГДжей Тандер и Эхоум пока не заканчивается. У нас Эхоум забирает первую карту. Но не забывайте. Что это игра на вылет. Серия на вылет. И сейчас ВГДжей Тандер близки к тому. Чтобы покинуть квалификацию на Дота Саммит. Ну а Эхоум. Хотя сразится с ЛГД очень сильно. Которая ожидает в следующем матче уже. Я господа ухожу на небольшую паузу. Вам тоже рекомендую подзарядиться. Немножечко чайку попить. И возвращаться уже через минут наверное 5. На этот же канал. ВГДжей Тандер против Эхоум. Вторая карта через 5 минут. Далеко не уходить.